Международная космическая станция. Название говорит само за себя. На данный момент на орбите три человека – американка, россиянин и немец. При этом экипаж МКС может быть расширен до девяти человек, где могут быть космонавты из Японии или Канады. При этом все они работают вместе в ограниченном пространстве. То, над чем они работают – наука. Международная команда специалистов пытается понять, как ведет себя человеческое тело в невесомости, что происходит с мышцами, костями, мозгом. Фактически МКС – это одна из самых необычных лабораторий. Если человечество хочет свободно передвигаться в космосе, осваивать Луну или Марс, наблюдение за экипажем на МКС – отличный тому пример. Что же ждет Международную космическую станцию в будущем? Есть те, кто считает, что ее нужно превратить в чисто коммерческий проект для исследований, а возможно и для космического туризма. Другие полагают, что станции скоро придет конец и она найдет пристанище на дне Тихого океана. Третьи верят в проект МКС и его будущее. В настоящий момент реально обсуждаемые планы – это строительство аналога МКС на окололунной орбите, которую можно впоследствии использовать для исследований поведения человека в условиях дальнего космоса, а затем заняться вплотную освоением Марса.